Здравствуйте! Вы смотрите ЮНьюс, новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала я расскажу вам коротко о главных событиях сегодняшнего дня. В Уфе временно изменено движение троллейбусов. С сегодняшнего дня и до 22.00 завтрашнего маршрут номер 15 будет ездить по следующему пути. Сельская Богородская, Ферина, переулок железнодорожников, бульвар Баландина, Тухвата-Янаби, Сельская Богородская и далее по обычному маршруту. Изменения связаны с ремонтными работами на улице Тухвата-Янаби. Здесь устанавливают новую ливневую канализацию, сообщает Муэт Уфы. Напомним, до 21.00 также закрыто ночное движение троллейбусных маршрутов номер 9, 10 и 15, а также трамваев номер 3, 6, 8, 12 на пересечении улиц Вологодской и Интернациональной. До окончания ремонтных работ с 8 вечера до 6 утра электротранспорт будет ездить по маршруту парк Калинина Гастелло, сообщает портал ufatime.ru. 22 и 23 октября в Уфе пройдет выставка предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС. На выставке будут представлены новинки в различных областях. IT-технологии, промышленность, добыча и переработка сырья, экология, туризм, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, франчайзинг. В рамках выставки и форума планируется обширная деловая программа. С участием руководителей Министерства ведомств Российской Федерации, Торгово-промышленных палат, Союзов промышленников и предпринимателей, других общественных организаций и деловых кругов стран ШОС и БРИКС. Чтобы принять участие в выставке, нужно зарегистрироваться на сайте, ссылку которого вы видите на экране. В Башкирии будут делать дороги из переработанных старых автомобильных шин. Глава Республики Рустам Хамитов накануне проинспектировал ход реализации инвестпроекта по созданию высокотехнологичного производства инновационных материалов для дорожной отрасли. Проект осуществляется компанией Vita Rubix в рамках индустриального парка Промцентр. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, проект имеет две очереди. На первом был создан завод, перерабатывающий с шины высококачественный резиновый гранулят. Мощность завода 8 тысяч тонн в год. В рамках второй очереди будет начато производство уникальных для России материалов, применяемых в дорожном строительстве. Глава Башкирии поручил Госкомитету РБ по транспорту оказывать содействие в реализации проекта. В России и СНГ больше таких предприятий нет, и надо использовать все его плюсы в дорожной отрасли. Нужно продвигать его продукцию и в близлежащие регионы, подчеркнул Рустам Хамитов. Сообщает информационный портал UFA1.ru. Ежегодно от острых отравлений алкоголем погибает от 13 до 18 тысяч жителей нашей республики. Среди них есть и дети. В прошлом году умерло 14 детей в возрасте до 14 лет. Цифры озвучили в пресс-службе Минздрава Республики. По словам заместителя главного врача республиканского наркологического диспансера Ильдара Гореева, каждый год от алкоголизма в стационарах Башкирии лечится около 23,5 тысяч человек. В среднем один житель Башкирии выпивает от 7 до 9 литров алкоголя в год. А у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям региона. Продолжение следует... Продолжение следует...